Приветствую, друзья! А все на постсоветском пространстве знают, кто такой Дмитрий Ильич Гордон. И многие прекрасно понимают, что такой человек, как Гордон, как персонаж из всем известного фильма, готов на деньги абсолютно на всё. За деньги я могу сделать всё. Знаете, друзья, все любят деньги, это безусловно так. Но не каждый способен переступить через какие-то моральные нормы, принципы. Пойти на какое-то самоуничижение ради этих самых денег. Не все готовы, а Дима готов ради денег абсолютно на всё. Какой достойнейший человек Ренат Ахметов. Вот достойнейший человек, которым восхищаюсь. От всей души говорю. Я читал, как раз вчера вышло его интервью, вот всем советую. Но оторваться не мог. Потрясающе. А ответы глубочайшие. Вот отвечает патриот Украины. А он думает о людях. Как защитники Азовстали. Как они. Но вы, ваше величество, великая, светила. Я, может быть, и ошибаюсь, но мне кажется, что зарабатывать на облизывании своего хозяина во время войны, это как минимум выглядит очень и очень мерзко. Вот отвечает патриот Украины. Человек, который все эти месяцы, хотя мог бы уехать. Дима, ты не договариваешь. 13 февраля чартерный рейс, личный самолет Рената Ахметова вылетел из Украины. А 14 февраля уже президент Зеленский обратился ко всем олигархам и известным личностям, которые покинули страну с призывом, чтобы они вернулись. И вот после этого призыва, так называя его, на слабо, Ренат Ахметов и вынужден был вернуться в страну. Если бы не было этого призыва Зеленского, я уверен, что Ахметов бы так и остался сидеть в Евросоюзе. Я что-то не видел ни одного олигарха, хотя Рената Ахметова нельзя назвать олигархом, он инвестор. Хотя Рената Ахметова нельзя назвать олигархом, он инвестор. Да уж, хорошенький инвестор такой, знаете ли, с личным карманным премьер-министром, с 80 купленными депутатами с разных фракций, с заводами-пароходами, с абсолютно очевидным политическим влиянием. Инвестор. Поэтому, слушайте, сегодня вообще Ренат Ахметов, это фигура мирового масштаба. И сегодня Украину знают во многом благодаря Ренату Ахметову и во многом благодаря его патриотической, мужественной, героической позиции. Ага, вот оно что. Получается, что главный герой войны, это никакой не Зеленский, который не сбежал после того, как началась война. Это даже не главнокомандующий армии залужный. А оказывается, что истинный герой войны является олигарх Ренат Леонидович Ахметов, который долгие 30 лет зарабатывал на украинском народе. Я и думал. Именно это я и полагал. Знаете, я даже не склонен сильно тут распекать Гордона, но служит человек в интересах одного из самых могущественных олигарха Украины. Облизывает он его, Ахметову это нравится, он платит за это деньги. Ну и, как говорится, главное, чтобы обе стороны были удовлетворены. Но вот какая претензия к Гордону действительно существует и наличествуется, так это претензия того, что он намеренно во время военных действий и вбрасывает дезинформацию. В данном случае это была дезинформация в отношении местонахождения Медведчука. Я знаю, где он находится. А где он находится? В одной из стран Евросоюза. То есть, когда местоположение Медведчука было неизвестно, когда он сидел тихо в норе на территории Украины в надежде пробраться через границу Российскую Федерацию, нас Гордон всех уверял в том, что не стоит его искать, не стоит напрягаться, потому что Медведчук находится на территории Европейского Союза. И Медведчук уже сбежал, потому спецслужбам не стоит напрягаться в его поиске. Тот, конечно же, попахивает агентурной работой. Учитывая то с историю с Гиркиным, с Поклонской, вот те комплементарные интервью на украинскую аудиторию, которые он делал и которые на самом деле не подтвердились в СБУ, что это была спецоперация, только лишь слова господина Гордона, я могу сделать вывод, что, и это мое личное мнение, что Дмитрий Ильич Гордон является очень давно и хитро, так знаете ли, завербованным агентом ФСБ. Сразу хочу сказать, что я отдаю должное вашему мужеству. В сущности, я абсолютно убежден, что после истории с пирамидок, из-за которых, которые верили Гордону, покупали эти пирамидки и умирали, люди умирали, предпочитая вместо лечения вот эти самые шарлатанские пирамидки. Так вот, я убежден и я считаю, что никого абсолютно не удивит, если мы когда-то узнаем, что Гордон является агентом и западных спецслужб, и там берет деньги, и российских спецслужб, ну и личный слугой Рената Леонидовича Ахметова. Это существо абсолютно продажное и готово брать деньги, хоть у черта лысого. Пока!